Так, у Латинкова серверный вариант груз-конференции, а не я, либо выслал грушу под названием серверной конференции. Мне вкус не понравился, но, возможно, у него совсем другая конференция, чем я получил с этого. А сейчас Латинков не спросят. Вот, я получил от Смоленцка, от, конечно, я халтурщика. Вот, и, в общем, я когда, короче, я когда избавился от нее. Ну, правильно, Дмитрий, я все равно бы хотел увидеть фотографию, крупным планом. Леонид, какие сроки, сколько от Смоленцка, уже два месяца? Среди два месяца. Вот. Плюс-минус, это зависит от влажности или от температуры. Нет, он отсыпан, накопали пруд и отсыпали весь час. А что? Ну, ну, а что там? Это все-таки не строительный песок, может быть, ничего страшного. Так, Карелин, груша, сертификация два месяца, правильно, вы говорите. Чуть больше, меньше, зависит от широты и холодильника. Так, что мы с вами одинаково ответили, в принципе. Так, сейчас он дальше пишет. Подождем. Что-то моргает, что-то моргает. Еще расскажу, пока время есть. Значит, я всегда, кто только мне доставит живьем заказчика, я всегда, каждые пятые рубли отдаю, причем без всякой халтуры, без всякой хитрости, я просто отдаю. Это мой принцип. Так, вопрос с семечки груши, все равно это как и абрикосы. Ну, в общем-то, да, песок тот же, влажность та же, температура, ну, плюс один, плюс два, плюс три. Если, да, вот там в холодильнике такая вещь интересная, ближе к морозилке, знаете, там, они разные, может быть, низ холодильной камеры может быть во льду, может быть, задняя стенка во льду, да, вот потолок, ну, смотри, какой тип холодильника. А вот, допустим, задняя стенка во льду, банку прижимаешь и смотришь, а там ноль, минус два, допустим. И, это, ничего страшного, только что тут же рядом вторая банка, она ближе к дверце, а там плюс шесть, плюс восемь, вот вам и все. Догадайтесь, какая банка раньше проснется. Та, которая ближе к дверей, и которая теплее. Так, что-то больше никто не пишет, только сейчас писали, писали. Или вот тут новое сообщение 12, только что это такое. Нажал, ничего не увидел. Анис Александр Николаевич пишет. Сейчас посмотрим. Все, где, смотрите, народу прибавилось, все. Весна впереди, может, это все-таки. Просыпаемся. Ну, пока мы ждем следующего письма. Заказать себя в каталоге, пожалуйста, заказывайте. Если мы с Антонсом немного заработаем, вы на нас не обидитесь, потому что здесь никто не обманывает. Вот. В этом году я почувствовал, сколько, где-то в полтора раза больше заказа на черенки, по сравнению с прошлым годом, начала действовать моя система. Вот вам бесплатные косточки этих манджорцев, или бесплатные семечки. В Сибири, на следующий год вы меня уже достаёте так, что я уже роскошная сорта. Вот эти яблони уже у меня заканчиваются. Деревья калечиваются, смотреть без слез не могу. А я остановить продажу тенков тоже не могу. К сожалению, не укладываемся бы в бюджет. Так. Твои пишут. Так, Александр фактически с нами попрощался. Он написал спасибо на вебинар. А вот Влад пишет, у Чернобаева есть или нет Семиренко. Как он растёт и плодоносит. Какой вкус яблока может черенки появиться. Значит, Чернобаев мне ответил так. У меня заканчивались черенки. Не хотелось уже последнее количество. Он мне сказал так. Ну, ещё могу срезать десяток, два бюджерки тайки. И всё. Больше нигде ни одного черека у меня нет. Вот его слова так, что. Можно не интересоваться этим. Не зря же у меня его нет даже в этом. У меня в каталоге нету. Хотя у нас каталог у меня общий на два сада. Так что ответы срезательные. Леонид. Семечки предстоит. В качестве нужно вынуть из плода и сначала высушить, как можно сразу, всё время инстрицировать. Дело в том, что если говорить про мои семечки, мои плоды, вы упоминайте плоды, то я очень долго до последнего времени высылал в виде плодика. А там несколько семечек. И они у меня в холодильнике фактически лежали, как бы на сайте в кассе, раз они в плодиках. Вот. Сейчас пришлось. Я вижу, они начинают портиться, плодики. А высылать эту кашу. Один нашёл себе, который обиделся. То есть они были настолько перезрелы, что плюс ещё в тепле полежали на почте. Он получил в виде каши. Это выковыряй и радуйся. Что это мне сказали больше, чем заказал. Так. Нет. Был скандал. Вот. Вы мне прислали, типа это. Даже не перезрелы, а как бы гнилые. Он меня не понял. Я его не понял. Ну, так получилось. Я туда взял. Дал команду. Все остальные были выковырены из семена. Самые лучшие семечки лежат в холодильнике. Высушенные. И ждут, когда вы их закажете. Потому что это сибирь. У них есть одна особенность. Да. Они дикари. Слегка из средних оккультурены. Всё-таки влияние есть. Культурного сада. Но при этом. Они имеют совместимость. Только с моими. Ну, ещё чернобайскими. Это без разницы. У нас сады-дублёры. Только с нашими. Ветками привитыми. Потому что в этих ветках. Уже есть гены сибирь. Что там наши. Тут же эти мягкие бы сказали. Опять железо в это. Вот. Но другое дело. Урожая вы видели. Я же ничего не выдумал. Вот. Фильмы, фотографии снимаются. В моём саду. Это вам не эти. Самые. Весна-осень. Умудрились. Поднатаскать. Со всего интернета. Придумать. Колновидное яблони. Пародия нет. Так. Ну, ладно. Идём дальше. Софельфикация Костя-Семечек. Фильм называется. Ага. Пишите в личку. Ну, короче. Я так понял. Что, смотрите. Сделал цельный фильм про Софельфикацию. Так, нет? Я нажал. А что дальше? Ну, наверное, сюда надо это. Я мало в этом смысле. Наверное, сюда надо было бы просто вставить это. Вот это вот нам надо было вставить. Так, нет? А, это ваш электронный адрес. О, дошло. Ваш электронный адрес. Ну, в общем, хотите получить фильм от Александра Николаевича, пожалуйста. Вот его электронный адрес. Вот. А этот зря не напишет. Это я вам говорю. Железно. Вот. Александр Николаевич. Старая гвардия. Но не та гвардия, которая хочет калечить деревья. Вот. Наша гвардия. Так. Ну, что, друзья. Всё, наверное. Будем заканчивать. Да? Всё заканчиваем. Итак. Предлагаю вам выписывать черенки, косточки. Уже не так много осталось. Предлагаю вам выписывать книги, диски учебные, ленту. Не зря это самое. Вот. Ну, я горжусь тем, что 10 пакетов лент выписала в Швейцарии. Вот. Когда-то, как говорю, незаблюдно Статбендер. Европа нам поможет. Всё, ребята. Первый случай. Мы помогаем Европе. Вот. Это здорово. Я чувствую по замашкам. Там будет свой филиал Железовского сада. Вот. А какой филиал? Вспомните, это, Калининград. 130 грамм средний вес этих каприкосов. Ну, что мне после этого? Стреляться или валяться? Одна рада, что из моего черенка получила. Четыре раза увеличились плоды персика в этом. На сохранение в теплице. Когда я говорю, что создайте климатическое условие. Вы увидите эти же названия. Но плоды будут настолько роскошны. Их прошлое – это просветание было тогда, когда на земле ещё не было ни одного человека. Понимаете? Нам приписывают, что обезьяны, наши предки, не было ни одной обезьяны. А вот эта русскох уже была. Вот если это понять, такое будущее. А там минус 10. Да, конечно, там мои персики станут вот такими. Даже не сомневаюсь. Везде, где ещё теплее, у заплоды лучше моих. У десятков моих учеников, с моими этими материалами, по-разному, результаты лучше моих. Здорово. Ну, что, друзья. Велки-палки. Прощаться не будем. Лобасов пишет. Елена пишет. Всё же делал. Любой может отключиться. У нас демократия. Я сам, глядя, считаю, что в стране демократии победил. Дальше можно отключаться. Так, гра-гра. Елена, спасибо. А, вот. Начала с ваших сайенсов. Заказала на весну. С Богом. Так, ладно. А что пишет Лобасов, Леонид? Вопрос, может, не в тему, но всё же. Как можно южная культура продвинуть в север? Не интересует голодательный жир. Какие морозыки подводим подобрать? Понятия не имею. Не бою это. Я узкий очень, это самый, специалист. Если меня считают специалистом, а не мошенник. Вот. Очень узкий. Поэтому, кто может ответить? А вот надо ли его продвигать на север? Может быть, достаточно подснега, может. Кому вопрос? А может кто-то и ответит? Пусть, допустим, мне напишет, а я расскажу в следующий раз. Естественно, не меняя авторство. Так, Дмитрий Аристов пишет. Кстати, четвёртый сейчас пошёл нормально. Про пригодность черенка, академика. А, отвечаю, отвечаю, отвечаю. Значит, у меня это каждый год. Итак, как бы погреб не был холодный, приходит время. И когда я чуть-чуть упущу момент, я достаю, у меня крупные почки, цветочные. При этом ростовые почки спят. Я спокойно их плеваю. Когда я был совсем иёным, то мой учёный друг, учёный, потому что официально должность называлась так, учёный-агроном, зональная станция садоводства города Саратова. Вот же Чернышов Валерий Петрович. Когда я сказал, а что же с ним делать-то? Проснулись. Ответ был такой. Значит, аккуратненько срезайте бритвой. Вот. А расставай, ничего не будет, они ещё долго спят. Спасибо ему. Ничего отрезать не стал. Отламывать не стал. А прямо вот на этих почках просухшийся. Так и садил, привал. И ничего. Приживало. Второй способ я делал это довольно рано. Ну, допустим, сейчас у нас завтра-послезавтра трезвирался борозы. Обещает там 20, 25, ночью 30, 32. Вот в таких пределах. Естественно, что сейчас я прерывать не могу. И не буду. Допустим, у меня бы проснулись. Просто ваши проснулись. Сильно рано не может такого быть, если только не тепло. Их держать можно только температуру около нуля. Ну, допустим, проснулись. То есть, если у вас хотя бы близко к плюсу, там, минус 5, плюс 5. У меня такая погода бывала в конце марта и в начале апреля. И я уже прививал. Но я накрывал бутылками, и противно не чувствовал себя комфорта. Чаще получалось. Ну, процент был не 100, но 90. Поэтому, если у вас теплее гораздо, вот, допустим, вот сейчас, это самое, сходу сказать, где вы живете, я не вспомню. Ну, допустим, если сейчас уже близко весна, уже, это самое, марта у вас уже журчат в России, помните, песню. То тогда вы можете уже с некоторым резком привить. Чтобы не знать, пока они совсем перерастут. Второй вариант. Остановить просыпание за счет помещения еще более холодное место. Чтобы точно 0 был. Так, как мог, ответил. Ну, что, по-моему, все, пока надо отключаться, пока. Так, ну, правильно, Беларусь пишет. Беларусь, я уважаю. Вот. Так что, буду ждать теперь. А и вы тоже, куда вы денетесь? Будем ждать. Нас побаивалось, но много. Что напишет Беларусь? Беларусь пишет. Прошел все, а сейчас. Вот. Ну, для меня это нормально. Так, Марикелл живу, посылки прослушаю. Так, я в последнее время, наверное, вы посмотрели бы, сколько шла посылка. Дело в том, что 90% посылок идет сейчас ускоренной почты. Люди с удивлением мне сообщают. Четыре дня, пять дней. Есть рекорд три дня. Хотя расстояние, они маленькие. Очень большое расстояние. Как они умудряются? В последнем четыре-пять дней. Вот. И получается, я еще специально приплачиваю. Потому что с вас, если деньги брать, вы можете от заказа отказаться. Поэтому я не пугаю. Я обычно беру 300 рублей за пересылку. 350. Вот. Ну, добавим еще. Упаковка. Ну, 370. А посылки, бывает, стоят 400, 500, 700. В последнее время 600, 700. Я доплачивал карманы. И везде написано. Я всегда проверяю. Ускоренные, ускоренные. Быстрее вышлать не могу. Вот. Черенки у меня проснуться не могут. Значит, они хранятся замутанные. В одеяло, в эти самые, на балконе, где каждый день, ну, больше, от минус 5 до 10. Замутанные вот такие вот рулоны, эти тряпы. Это мой способ хранения. И вот этот вот сиренок, который проснулся, ну, наверное, это единственный случай. А может быть, ваша шла 10 дней. Вот. Так бывает. А, тут, говорит, третья шла. Но у меня она на весе не могла. Потому что у меня абсолютно точная технология. С балкона. Сразу посылку. И в этот самый, как он называется. На почту. Если впереди суббота и воскресенье. Значит, в этот самый, я жду понедельника. Вот. Десятки, сотни эксплуатации можно проверить. Вот. Я всегда высылаю будни идти, чтобы она не заряжалась. Я знаю, что проедет утром почтовая машина. Что если я принесу до десяти утра. Там уже я с ними дружу. Я им даже приплачиваю. Так. Иногда. Вот. Я с ними дружу. И они мне никогда не подводят. То есть, берут посылку. И она успевает уйти этим же утром. Вот. Поэтому будем считать, что этот случай особый. Причем я любые претензии принимаю. Возвращаю деньги, например. Конечно, рано. На улице. Февраль. Это еще первая половина. Так. Еще три дня шла. Дома рел три дня. Все рекорды побиты. И тем не менее проснулась. Там-та-рам-та-там. Еще письмо. Четвертый час идет. Вот. Если вашим черенку обеспечить хранение 0 градусов, он доживет до весны. Вот как я сейчас, смотри, вроде никто не пишет. Только сейчас, смотри, кто-то писал. Ну что, друзья. Давайте быстренько прощаться, пока никто не написал ничего. А потом, я даже не знаю, когда я отключаюсь, да. Может быть, вот тут переписка и продолжается. Вот Алистов пишет. Вот. Ну, теперь придется ждать, раз я не успел отключиться. Все, я закопал второй год такого быта хранения. Все хорошо. Ну, ладно. Тогда все. Ну, теперь надо точно расставаться, друзья. Так. До свидания. Спокойной ночи сибирикам, дальневосточникам. Хорошо провести вечер в Европе. И расстаемся ровно на неделю. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин